Уважаемый господин Кравцов, не менее уважаемые товарищи из Института стратегии и развития образования, обращаюсь лично к вам, но ответа, честно говоря, не жду. Пожалуйста, объясните, как вы допустили рекламу казино в школе, в каждой российской школе? Назовите, пожалуйста, имена тех, не побоюсь этого слова, гениальных специалистов, наверное, с хорошей зарплатой, которые решили, что стример онлайн казино – это отличный спикер для разговоров о важном. Не, ну зато актуальненько. Расскажите, кто проверяет те ролики, которые вы предлагаете включать в каждом классе? Повторю, в каждом классе. По каким критериям отбирают докладчиков? Главное, чтобы про 24 февраля ничего не сказанул, а так пусть все, что хочет, творит. Господин Кравцов, виновные же будут наказаны или родителям и детям ждать? Продолжение банкета. Не, ну а смысл останавливаться? В следующий раз мылстроя пригласите. Проф-непригодные люди продолжат клепать видосики и сценарии для общероссийских уроков. Позор. По-зор. Привет, просветители. Ну что ж, похоже, чиновники из Министерства просвещения и разговора о важном все-таки добрались до самого-самого дна. Молодцы. Хотя что-то мне подсказывает, эти товарищи смогут опуститься еще ниже. Да, вот такой вот я оптимист. Все еще верю в людей. А вот разговора о важном уже нет. Разговоры о важном со стоповым. Помните, как я критиковал разговоры о важном за банальность и довольно странный выбор тем? Которые, как заявил министр Кравцов, интересны всем школьникам. Так вот, признаю, я был неправ. Есть у меня ощущение, что над теми заданиями еще хоть кто-то задумывался. Но это не точно. Пожалуйста, авторы этого замечательного урока, продолжайте рассказывать одиннадцатиклассникам, что оказывается существуют школьные олимпиады. Этим вы хотя бы детям не вредите. Просто время отнимаете. Это в любом случае лучше, чем завуалированная реклама казино. В школе. В первом классе. И прикиньте, это даже не кликбейт. Захожу на прошлой неделе на мой любимый сайт моих любимых влажных разговоров. И, о чудо, я вижу по-настоящему актуальную тему. Это что же, мечты Кравцова сбываются? Но не спешите радоваться. Пока мечты осуществляются только у Егора Крида. Вы сейчас все поймете. Медиа, грамотность и цифровая гигиена. Что могло пойти не так? Захожу в раздел для первого класса, а там учителям предлагают видео Егора Крида ученикам показать. Эээ, прекрасный выбор, что я еще могу сказать. Идея пригласить для записи видеофрагментов популярных среди подростков людей на самом деле отличная. Мысль, что один и тот же ролик стоит показывать и первому классу, и одиннадцатому, уже не очень. Ну, знаете, все эти возрастные особенности, изменение материала в зависимости от уровня подготовки аудитории, глупости всякие. Я совсем не удивлюсь, если окажется, что люди, которые стоят за этими занятиями, на самом деле последний раз школу видели на своем выпускном. Возможно, они реально думают, что первоклассник и студент колледжа на самом деле находятся на одном уровне развития. Отлично, вы наконец-то решили позвать кого-то актуального. Круто. Но Егор, блин, Крит? Так и вижу, как это решение принималось. Хм, всех самых популярных среди подростков людей уже приглашали. И Валентину Матвиенко, и Сергея Кравцова. Даже Дед Мороз выступал. А кто у нас среди звезд в запрещенные списки не попал и в оппозиционной деятельности не замечен? Лариса Долина, Олег Газманов, Николай Васков, Егор Крит. Да, можете называть меня наивным, но у меня все еще теплилась слабенькая такая надежда, что материал, который еженедельно заставляют поглощать школьников и студентов, хоть кто-то проверяет. И хотелось верить, что это не один человек. Ну, хотя бы два. Кому-то в голову пришла веселая идея сделать коллаб с Пуси Боем. Он сам так себя называет. Отлично. Дальше кто-то из этого института развития и образования. Это они все сценарии разговоров о важном сочиняют. В интернете не решил о деятельности певца? Немного поподробнее узнать. Нет? Ну и правильно. Зачем? Еще лишние кнопки нажимать. Кто такой Егор Крит? Вот он. Самый начальный уровень проверки данных. Ну, у вас же урок о медиаграмотности. Певец и стример. Вау. Продолжаем разминать наши пальчики. Тексты песен Егора Крида. Кто бы мог подумать, что так можно. У меня просто удивительные таланты. Ну, гений. Все ваши заслуги. Ведь мы шагаем по кругу. Го. Я кое-что знаю. У вас. Что? Ведь жизнь это та еще. Не, ну а что? Самое то для первоклассников. Давайте предложим им подписаться на автор этого текста. А давайте! Мне даже шутить сегодня не приходится. Они реально так рассуждали. И эти люди определяют вектор развития нашего образования. Я не берусь оценивать творчество Егора Крида. Я лучше о лицемерии поговорю. Ну, знаете, все эти либо крестик, либо трусы. К Риду у меня вообще претензий нет. Его пригласили. Он порекламировал свою телегу. Молодец. Тут вопрос к тем людям, которые его позвали. Бла-бла-бла, детки узнают. Бла-бла-бла, чистота языка. Нецензурная лексика недопустима. Целомудрие, традиционные ценности. Возвращаем в наши школы воспитание. Врубай, Крида! Из нее льет. Я Посейдон. Сплэш. Она сразу дает. Ну, спасибо. Спасибо. Хочет отношений. Упаси Бог. Но когда я в ней. Я Пуси Бой. Мои мозги, как все ваши подруги. Ведь их кто-то много. Ш. Об. Ш. Камень на мне огромный. Опал. За моей спиной огромный амбал. Не дал этой. Чтоб ее не баловать. Вокруг много пачек, но это не бал. Хаваю Пуси, да. Я Каннибал. Я МИ. Новая. Ш. Будто порнохаб. Она называет мой член гигант. Биг. В постели она демон. Я сектант. Но завтра я ее брошу. Ш. Александр Сергеевич Пушкин. Ну или Егор Крид. Уже не особо понятно. Ш. Ладно. Оставим творчество Егора. Егору. Перейдем к самой мякотке. Скаму. Да, именно об этом самом скаме певец рассказал первоклассникам и всем остальным. Тут же вспоминаются все эти истошные крики о чистоте языка, заимствованиях, англицизмах. Врубай ролик о скаме. Скам. Это популярная тема в мире в целом, в интернете. И развелось в последнее время очень-очень много скамеров. И эта история набирает огромнейшие обороты. Господин Кравцов неоднократно говорил о великой миссии разговоров о важном. Тут и воспитание патриотизма, и культурное обогащение. Она называет мой член-гигант. Я уже чувствую себя богаче. И немного мужественнее. Не совсем понимаю, куда вписать рекламу телегии Егора. Это патриотизм или культурное обогащение? Я не придираюсь, просто интересуюсь. Вы можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу. Вот он здесь где-то появился. Егор Крид, официальный канал. Там точно нет фейков, и там вас не за скамер. Да, это не шутка. В каждую школу и колледж страны запустили рекламу телеграма Егора. Это было условие Крида? Иначе бы не стало сниматься? Или Министерство просвещения по доброте душевной решило хорошему человеку помочь? Кстати, если нужно прорекламировать социальные сети, обращайтесь к Кравцову. У Егора плюс 70 тысяч подписчиков буквально за один день. Первоклассников заказывали? Возможно, я опять придираюсь. Какая разница, о чем поет Егор? Его же не как певца пригласили, а как специалиста по скаму. А чего добился ты? И если тексты песен своего спикера Министерство просвещения решило не проверять, тема-то другая, то экспертность в области компьютерной безопасности, безусловно, была проверена. Ну, у вас же тема цифровая гигиена. Не теряйте свои деньги, и уж тем более в интернете. В интернете их нужно зарабатывать. Радует, что это не просто очередные пустые слова. Новые подписчики Егора действительно смогут подзаработать. Заходит второклассник в телеграмм Егора Крида. Звучит как начало отличного анекдота. Я ни на секунду не сомневаюсь, что чиновники из министерства сами точно так же сошли, по всем ссылкам перешли, все проверили, ну, подготовились к занятию. И что же наше дитё там увидит? Огромное количество оповещений о стримах певца. Да, Егор активный пользователь Твича. И что же он там делает? Играет в казино. Да, знаю, как-то неудобно получилось. Вот просто идеальный лектор для разговоров о важном. Именно на эту тему. 50х! Это официально. Это начат. Что ж? Просто наигрывай. Просто наигрывай. Да, первая. Все быстренько подписываемся на Егора. Но не забываем, что культурные люди не матерятся. А ещё помните, что игры на деньги – это зло. Может быть, это просто единичный случай. И вот именно этот один злополучный раз и ускользнул от бдительного взгляда чиновников министерства просвещения. Ну, практически. Возможно, просто информация о том, что Егор Крит и казино – близкие друзья, максимально засекречена. И только такие гуру, как я, могут её откопать. Институт развития образования. От лица всех работников онлайн-казино огромное вам человеческое спасибо. Я в казино не работаю, но уверен, они вам очень благодарны. Даже боюсь представить, сколько нужно было этим фирмам заплатить блогерам, чтобы получить такую рекламу. А тут, вот просто вдумайтесь, каждый школьник страны буквально в одном клике от магического мира фантастических заносов. Что? Профнепригодность? Ну, как вариант. Хотя, мне кажется, им просто всем абсолютно фиолетово. Подождите, у меня вторая линия. Сергей Кравцов, спасибо, что подождали. А вы знаете, что вас о скаме рассказывает стример-казино? Не знали? Ну, с добрым утром! Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Что дальше? Блиновская на уроках биологии? Ну, она же от бесплодия лечит. В последнее время мы очень часто слышим о различных скандалах. Очередная фирма разорвала контракт с какой-нибудь звездой. Потому что всплыли какие-то неприятные подробности из прошлого. Ключевое слово «всплыли». В ситуации Министерства просвещения Егор Крит ничему всплывать было не нужно. Вся информация в открытом доступе. Окей. Допустим, авторы влажных разговоров максимально далеки от интернета. И знать не знают, чем занимается Егор Крит. Тогда как он у вас на сайте появился? И зачем вы темы такие выбираете, в которых сами ничего не смыслите? Но русским языком вы все же владеете люди, которые монтируют и выкладывают подобные видосики. Просто тут есть еще и вторая часть. Сиквел. Наверное, чтобы не отставать от Егора с его скамом, Наталья Касперска решила рассказать школьникам о френдах. И няшных телефонах. Ну, я на одной волне с подростками. Следующие риски – это то, что из-за того, что смартфон такой удобный, красивый, такой няшный, он вызывает привыкание. А в соцсетях у нас есть так называемые френды. Вот важную вещь запомните, пожалуйста. Френды – это не друзья. Френдов у вас может быть хоть 500 штук в вашей социальной сети, а друзей у вас реальных сколько? Ну, 3, ну, 5. Но если вы очень общительный человек, у вас их 30, но не 100, не 200, как френдов. Очень часто во френды записываются люди, по-моему, незнакомые, которые на самом деле хотят вас каким-то образом использовать. Поэтому категорически нельзя никаких незнакомцев принимать себе во френды. Теперь очень важно буквально через пару недель провести разговор о важном, о чистоте языка, вреде англицизмов и онлайн-казино. Ну, чтобы все логично и последовательно. Русский язык от Министерства просвещения. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, так оно наберет больше просмотров. Если вы готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мою страничку на Бусте. Кстати, сейчас на экране вы видите имена моих топовых бустеров. Огромное спасибо этим замечательным товарищам. Я искренне вам благодарен. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Ну, а я встречусь с вами на этом канале уже в следующий понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Няшные френды.